Вот с точки зрения практикующего иммиграционного адвоката, который имеет дело со специфической какой-то аудиторией, у вас нет там особого мексиканцев? У нас маленький процент, есть Эл-Салвадор, все-таки у вас русскоязычные. Вот русскоязычные как специфическая группа. Вот допустим, чего люди должны знать, что делать плохо, чтобы табы хотели заниматься, чтобы тебе действительно хотели помочь, вместо того, чтобы от тебя просто избавиться и никогда тебя больше не видеть. Вот что такое они делают или могут в принципе сделать, чтобы не хотелось с ними дело иметь. Что вы имеете ввиду? Ну вот приходит человек и говорит что-то. А вы имеете ввиду к нам обращаются? Например, да. Я решила брать их дело или не брать? Да, вот брать или не брать, не с точки зрения того, насколько у него сильный кейс, а с точки зрения того, насколько можно иметь дело с человеком. Вот могут быть какие-то мысли завиральные, может быть какой-то, вот то, что называется, этитюд неправильный. Вот что такое должно в человеке быть, чтобы не хотелось его брать как клиента? Знаете, я так люблю этот вопрос. Потому что его редко задают, но я на самом деле очень люблю на эту тему говорить. Я уже 13 лет в практике и последние пару лет реально не боюсь людям сказать нет. Потому что когда начинающий адвокат, начинающий бизнесмен, бизнесвумен, немножко страшно отказать клиентам. Кажется, что тебе нужны все. И любой человек, который постучал в твою дверь, ему нельзя сказать нет, потому что он тебе нужен. Нужен опыт, нужны деньги, нужна работа. Сегодня мне все равно тяжело говорить нет людям, потому что хочется всем помочь. Бизнес есть бизнесом, естественно, финансовая часть присутствует. Но человек должен просто уважительно относиться, вести себя культурно и уважать меня, мое мнение и доверить мне как профессионалу свое дело. То есть человек пришел и он говорит, вот у меня такая ситуация, даже если у него нет денег или ему сложно платить ту цену, которая у нас поставлена, в принципе фиксированная цена, я готова пойти навстречу человеку, который искренне мне доверяет и хочет со мной работать и ведет себя красиво и уважительно, чем человек, который будет себя вести грубо и который готов переплатить дважды. Поэтому для меня очень важно уважение ко мне и к моей работе. И когда человек себя ведет красиво и уважительно, я готова всем помочь. И пойти навстречу, даже когда человек не готов или не может платить ту цену, которую мы поставили. Но у вас бывает, что, говорит, я узнал недавно, что вы деньги берете за свои услуги и сразу вас разлюбил? Ну, редко такое бывает, но я думаю, что эти люди не заинтересованы серьезно ничего делать, просто им хочется, может быть, кому-то испортить настроение. Или просто поискать информацию, чтобы была какая-то тема для размышления. Те люди, которые серьезно настроены уехать временно или постоянно, которые настроены что-то делать, обычно не ведут себя так? Хорошо, вот такой вопрос. Я понимаю, что вы на одной стороне этого спектра услуг иммиграционных, адвокатские, профессиональные, лицензированные и так далее. Я вижу какие-то еще элементы в этом спектре. Начиная от откровенных жуликов, но таких же клейма оставить негде. И кончая людьми, которые вполне адекватные. Они прошли через политическое убежище самостоятельно. Как правило, это люди, которые имели юридическое образование в странах СНГ, России, Украины, Беларуси. Они сами разобрались. Они сами успешно прошли. И они консультируют. Некоторые даже бесплатно консультируют. Некоторые какую-то денежку за это берут. Но не с точки зрения, скажем, этики, законности и так далее. С точки зрения, скажем так, разумности. Мы все хотим сэкономить деньги. Кто хочет лишние несколько тысяч отдать? Ну вот, в принципе. Насколько шансы, допустим, снижаются, если человек работает не с профессионалом, а с кем-то, кто имеет вот такой опыт? Он же может, на самом деле, не только иметь опыт личный получения политического убежища. Он может, что за пару лет уже 50 человек проконсультируют, и они очень успешные у него. Вот как вот с этим быть? В чем риск? Ну, риск в том, наверное, что этот человек, который помогает без американской лицензии, особо ничем не рискует. Когда человек обращается к лицензованному адвокату, например, обратился человек ко мне, естественно, я заинтересована, чтобы я выиграла это дело. Во-первых, потому что реально хочется людям помочь. Это первая мотивация. Вторая мотивация – хочется, чтобы люди рекомендовали меня другим. Обычно не повторяющийся бизнес. То есть закончил работу с клиентом, тебе нужны все время новые клиенты. Это не так, как, например, в парикмахерской. У тебя все время одни и те же клиенты, они довольны, и они к тебе возвращаются каждый месяц. И даже в Риле стоите возвращаться. В многих бизнесах уже есть отработанная клиентура, и если людям нравится, как ты работаешь, в принципе, уже ты себе заработал определенную репутацию, и люди возвращаются с года в год или каждый месяц. В иммиграционном деле все время нужны новые клиенты, поэтому люди должны быть довольны. Лицензованный адвокат отвечает за свою работу и старается, чтобы все было правильно, и старается предусмотреть на 5-10 лет вперед, что может быть и как может быть. Человек, который не имеет лицензию, их цель в основном – заработать сегодня. Они, может быть, тоже любят помогать. Они, может быть, любят помогать, но они могут не знать всех тонкостей того, что может быть в будущем. Ну, как в шахматах на 5 шагов вперед, что может быть. Но риск в том, что если что-то произойдет с делом человека, то не с кого будет спрашивать. То есть у них нет лицензии, у них нет страховки профессиональной. Вот риск в этом. А если все получилось, то все обошлось тогда замечательно. Проблемы возникают тогда, когда что-то не получается. И начинают искать виноватых. То есть, грубо говоря, так, что человек, который не является лицензированным таким специалистом, он просто не видит настолько шагов вперед, как, допустим, и не видит такого разнообразия ситуаций. Да, и он, может быть, более агрессивно будет советовать людям какие-то шаги предпринимать. Потому что он особо не боится потерять то, чего нет. То есть, когда у адвоката есть лицензия, обычно адвокаты не стараются агрессивно предлагать какие-то вещи, которые могут быть рискованными. То есть, мы стараемся более продуманно, более осторожно давать совет клиентам. С другой стороны, я вот думаю сейчас над этим. Есть такие люди, вроде и лайсенс у него есть. А уж не дай бог связаться там, знаете, как тоже бывает. То есть, как бы, я помню, страхованием занимался. Вот мы там все лицензированные. И там библиотеки смотришь, там каждый месяц десятки людей лишают этой лицензии за какие-то вещи, что они там творят. Лицензия не гарантирует здравый смысл. Лицензия не гарантирует опыт. Лицензия гарантирует право представлять клиентов. И поэтому обычно я всем своим клиентам советую взять консультацию первоначальную. Консультация платная, но она в разумном пределе стоит. И таким образом я могу познакомиться поближе с клиентом, а клиент может задать мне ряд вопросов личных. И таким образом определиться работаем мы дальше вместе или нет. То есть, на самом деле, помимо лицензии, все равно ты с конкретным человеком работаешь, так я суммирую. И надо понимать, что тебе с этим человеком комфортно. Я знаю много ситуаций, когда люди в силу разных обстоятельств, мы тоже там советуем периодически, спрашивают что-то. Иди вот к этому, иди к тому. Потом смотришь, там человек говорит, я вот пошел еще куда-то, мне кто-то сказал, тот был занят, звонок вовремя не вернули, я побежал, потому что мне было срочно. Потом проходит несколько месяцев, ты смотришь, там слезы в глазах или еще что-то. И совсем не то, что он ожидал, а он чего-то ожидал и в ППХ что-то сделал. Я много этого вижу, на самом деле. То есть, когда люди куда-то идут, и потом что-то не то получается у них. Бывает. Поэтому, опять же, я всегда клиентов настораживаю, когда мне звонят по телефону и говорят, мы готовы с вами начать уже дело, давайте мы вам все сразу заплатим. Я говорю, давайте, может, сначала познакомимся хотя бы по скайпу, чтобы вы видели, кто я, а я видела, кто вы, и чтобы вы были уверены, что вы мне доверяете, и я чувствую, что я могу вам реально помочь. Потому что просто так тоже деньги брать не хочется человека заранее. Не убедившись, что можно ему помочь. А когда я кого-то рекомендую, например, других специалистов, я стараюсь всегда два или три порекомендовать, чтобы у людей был выбор. То есть, если человек мне говорит конкретно, вот выберите, пожалуйста, одного, я выбираю одного. Если просто говорят, вы можете кого-то порекомендовать, я считаю, что человек должен не просто найти профессионала, но чтобы им по душе подходил этот специалист, и чтобы самое главное было доверие. Вот давайте я вас спрошу. Мы как бы не с одним и тем же контингентом работаем, но пересечения много. Вот у меня, например, на канале, на котором мы сейчас это видео показываем, и в школе, я бы сказал, что у меня процент людей из, ну не только республик, вот скажем так, Средней Азии, но, допустим, автономий Российской Федерации, там Татария, Башкирия, Калмыкия, я не знаю, Бурятия, вот непропорционально высок по отношению, допустим, к славянскому населению вот этих стран. Я это вижу очень сильно по комментариям, ну по именам людей там, да? И вот у вас тоже такое есть или незаметно? В последнее время, да, больше людей приезжает русскоговорящих, вот с бывших стран Советского Союза, но вот именно с Азии. Там Киргизия. Да. То есть все равно приезжают из славянских стран, то есть вы имеете в виду там Россия, Украина, Белоруссия. Да. Вот. Но с Кавказа и с Азии стало больше приезжать, чем год назад, я бы сказала. У нас с Кавказа совсем мало. Очень много профессионалов, очень много молодых семей приезжает. Бурятия, Киргизия. То есть с образованием ребята. Угу. Очень много с высшим образованием. И хотят остаться. Да. АПЛОДИСМЕНТС.